Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в четверг, в день праздника Вознесения Господня, за богослужением читается Евангелие от Луки, глава 24, стихи с 36 по 53. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Родиакона Отца Александра. Во время Оно воскрес Иисус от мертвых и ста посреди ученик своих, и глагола им «Мир вам», убоявшись же и при страшни бывшим, няху дух видите, и рече им, что смущение исте, и почто помышление входит в сердца ваше. Видите, руцы мои, нози мои, яка сама аз есим, осежите мя и видите, яка дух плоти и кости не имать, яка же мене видите имуща, и сие рек показаем руцы и нозе, ище же неверующим им от радости и чудящимся рече им, и мотели что снедно зде, они же даши ему рыбы печеной части от пчел сот, и в зем пред ними яде, рече же им, сия суть словеса, я же глаголах к вам, ище си с вами, яка подобает скончаться всем написанным, в законе моисеове и пророцах и псалмеха мне. Тогда отверзи им ум, разуметь и писание, и речи им, яка тако писано есть, и тако подобаше пострадать и Христу, и воскреснутье от мертвых в третий день, и проповедуйтеся во имя его покаянию и отпущению грехов во всех языцах, наченше от Иерусалима. Вы же исте свидетели, ясим, и сия спаслю обетование отца моего на вы, вы же сидите в ограде Иерусалимсте, донде же обличетесь силою свыше, и извежи их вон до Вифани, и воздвиг руцы свои, и благослови их, и бы всегда благословляши их, отступи от них и возношашися на небо, и идти поклонишись ему, и возвратишись в Иерусалим с радостью великою, и бяху вынув в церкви, хваляще и благословяще Бога. Аминь. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Когда они говорили о всем, сам Иисус стал посреди них и сказал им, «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят Духа. Но Он сказал им, «Что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это Я Сам. Осижите Меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им, «Если у вас здесь какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел перед ними. И сказал им, «Вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках, и псалмах». Тогда отверз им ум к уразумению Писаний и сказал им, «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему, и Я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не обличетесь силою свыше». И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. «И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью, и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь». Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, повествуют о явлении Господа по воскресенье десяти ученикам, собранным вместе. Желая рассеять в своих учениках всякие сомнения и излечить их от остатков неверия, сам Иисус стал посреди них и сказал им «Мир вам». Апостолы же, смутившись и испугавшись, подумали, что видят Духа. Для уверения учеников, что перед ними находится именно Он, Господь сказал им «Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это Я Сам. Осяжите Меня и рассмотрите, ибо Дух плоти и костей не имеет, как видите, у Меня». Желая искоренить в учениках последние остатки неверия, Спаситель вкусил перед ними часть печеной рыбы и сотового меда, оставшиеся, вероятно, от их вечери. Борис Ильич Гладков пишет «Богу угодно было, чтобы апостолы постепенно дошли до осознательной веры во Иисуса Христа как Сына Божия. Им надлежало идти в мир и проповедовать Его учения, и они должны были обладать для этого верой, не допускающей никаких сомнений, и веру эту должен был принять от них и их последователей весь мир. Да, им нужна была такая сознательная вера, вера не только сердцем, но и рассудком, до какой они дошли через свое прежнее неверие и постоянные сомнения. Доказав апостолам, что перед ними находится не Дух, а Сам Господь, Христос через особенное благодатное озарение отверз им ум к разумению Писаний, которых раньше, под влиянием учений фарисеев, они не понимали. Господь указывает на исполнение того, что Он прежде неоднократно говорил ученикам о предстоящих Ему страданиях и воскресении. Архиепископ Оверки Таушев поясняет, что иудеи разделяли свои священные книги на три отдела. Во-первых, закон, под которым понималось Пятикнижие Моисеева, во-вторых, пророки, под которыми разумелись почти все остальные исторические пророческие книги, и, в-третьих, псалмы, или агеографы, к которым причислялись книги учительные и малые из исторических. Таким образом, по указанию самого Господа, весь Ветхий Завет в целом, его составе, исполнен пророчеств о нем. Таким образом, Господь умерил и успокоил сердца учеников, удостоверив их в действительности своего воскресения и разъяснил смысл Писаний, обещая неспослать Святого Духа апостолам для содействия делу проповеди Евангелия. Евангелист Лука заключает свое Евангелие кратким описанием события Вознесения Христа на небо, совершившимся в сороковой день по его воскресенье. И поскольку Сын Божий воспринял человеческую природу, которая в Вознесении вошла в божественную славу, то все человечество в лице Бога-человека Христа получило возможность из бесконечного духовного восхождения. Тем самым, дорогие братья и сестры, Христос открыл небо каждому из нас. Нам остается лишь впустить Бога в свои сердца, обратившись к горнему миру, оставив всякое земное попечение. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Благослови, Господь! Продолжение следует...